Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это не просто так и не потому, что так захотелось А потому, что Давайте не будем друг друга подводить Таковы правила игры Совершенно верно И какие-то вещи, которые могут быть Вам предъявлены К ним просто нужно прислушаться Просто потому, что Возможно, для общепита Ваши решения, ваш поступок, ваши действия Будут определяющими В каком-то смысле А во второй половине второго часа После перерыва Мы будем говорить с Инной Валикжаниной Общественным представителем Агентства стратегических инициатив По направлению образования и кадров В Кировской области Инна Витальевна уже в нашей студии Добрый день Мы попросим вас немножечко подождать Я думаю, что Инна Витальевна тоже будет интересно узнать Может быть, она тоже вечером собирается Да, тоже очень интересно И ждем, когда кафе Уже начнет в полной мере работать Ну, пока вот не получается у нас Связаться с Юлией Долгоаршиных Будем пробовать еще набирать Ну, давайте тогда все-таки начнем с ОСИ С Агентства стратегических инициатив Попробуем с Юлией связаться чуть-чуть попозже Вот Все, что я знаю на самом деле Про ОСИ в Кировской области Это точка кипения Потому что открывалась она довольно Ну, как бы ярко, да И говорилось о том, что это появится у нас И много говорилось об этом в этой студии Да, и здесь мы эту тему тоже разбирали И я так понимаю, что точка кипения Это как раз один из проектов Агентства стратегических инициатив Да, точка кипения Один из проектов Агентства стратегических инициатив У нас в Кировской области Работает еще проектный офис Агентства стратегических инициатив Он тоже работает на базе Вятского госуниверситета И там уже достаточно активная работа идет Защистились уже проекты проходит обучение и выращивание лидерских проектов, проектов, которые могут повлиять на улучшение жизни людей, на улучшение инвестиционной привлекательности региона и так далее. И вот эти проекты сейчас выращиваются в проектном офисе университета. А вот все-таки, что значит быть представителем агентства стратегических инициатив? Если говорить про ту же точку кипения, про тот же штаб некий, а представитель это что? Представитель это человек, который с одной стороны представляет интересы агентства стратегических инициатив в регионе, который показывает лидерские практики, которые существуют на российском уровне, повестку оси в регионе представляет, а с другой стороны выстраивает взаимодействие между сообществами в разных направлениях и теми структурами, которые уже сейчас созданы в регионе от агентства. То есть это такой коммуникатор получается. Коммуникатор, да? И вот у вас, как указано, направления образования и кадры. Сколько таких направлений? Всего направлений пять. То есть не так давно было четыре, сейчас пять направлений. И хотелось бы сказать, что у нас в регионе сейчас только два представителя по двум направлениям. Это я по направлению образования и кадры, и Александр Шадрин по направлению предпринимательства. А еще есть три направления. Сейчас идет отбор общественных представителей. Может быть, кто-то из наших слушателей захочет стать общественным представителем, подать заявку на сайте агентства и включиться вот в эту работу. Это три направления по социальной среде. Это такое важное, достаточно актуальное направление. Это по городскому развитию. Как раз у нас в городе много... Удивительно, у нас столько инициативных людей, а очереди, как я понял, нет, да? Ну вот очереди нет, а хотелось бы, чтобы у нас был достойный общественный представитель, потому что работы здесь много, и интересных идей, и проектов, и задумок в регионе тоже много. И еще одно направление, оно не так давно открылось, это направление по туризму. И тоже очень актуально для нас. И вот в сложившихся условиях, когда, похоже, нам внутрирегиональный туризм в ближайшие годы светит в больших количествах, то, как бы, мне кажется, самое такое актуальное... Да, да, вот хотелось бы, чтобы у нас Кировская область была представлена по этим направлениям, и были бы люди, которые бы этой работой занимались. Ну, то есть я так понимаю, что вообще инициативных людей у нас много, но, может быть, какие-то сложности с тем, как стать вот этим представителем? Там какие-то высокие требования? Ну, требования достаточно высокие, и конкурс там длился полгода. Ну, не хочу никого пугать, но на самом деле это такая процедура, она не быстрая. То есть нужно подать анкету свою, нужно показать свое видение, свой опыт работы, образование, и дальше идут собеседования. То есть вот у меня было три собеседования. Одно собеседование было в интернете, второе собеседование в Сочи, третье было в Санкт-Петербурге. А, то есть вы еще успели до карантина. Да, я успела до карантина поучаствовать в мероприятиях, которые ОСИ проводила, и там как раз шли вот такие собеседования. Так, мы вот на этом моменте... Остановимся время, но мы помним, о чем мы говорили про Сочи, я запомнил. У нас на связи общепит Юлия Долгорашиных с нами на связи, генеральный директор кофейни «Шоколадница Киров». Юлия, добрый день. Да, здравствуйте. Юль, вы сегодня открылись. Да. Так, ну и как? Ну, судя по тому, что Юля смеется, она рада. Ну, вы знаете, с учетом трех месяцев неопределенности, конечно, я могу сказать, что у меня даже как-то уже нервная, наверное, эта радость какая-то неполноценная. Но открылись, конечно, счастливы. То есть в обычном режиме вы работаете, график работы, вы не сокращаете рабочие часы, работаете, как работали до карантина, правильно? Да, все верно. Мы абсолютно в том же графике работаем. То есть сегодня с девяти до девяти, все как надо. Мы сегодня полноценно вышли. Много ли гостей к вам пришло сегодня? Ну, вы знаете, радует то, что пришли. Конечно, не стояли в очереди на открытие, но люди идут, наши постоянные гости. Очень радуются тоже этому факту, что наконец-то можно взять не с собой, а можно из хорошей посуды посидеть за столиком, пообщаться, какие-то встречи провести. И вас, собственно говоря, конечно, очень радует. Пока потихонечку приходит. Но, вы знаете, я могу сказать, что, конечно, очень жаль. Мы очень долгие годы, я бы даже сказала, формировали эту культуру. Проводить встречи в заведениях, завтракать, проводить какие-то праздники. И как можно чаще забираться куда-то. Ну и, собственно говоря, за три месяца, конечно, мы понимаем, что мы потеряли опять вот этот вот наш гостевой поток, потому что очень многие люди привыкли все-таки готовить дома, экономить на этом. И поэтому, конечно, сейчас долго мы опять это будем все восстанавливать. И я так думаю, что вероятнее всего там 100% этого потока изначального вряд ли удастся восстановить. Вот поэтому вот это грустно, конечно. Ну, мне-то хотелось, конечно, я понимаю, что с самого начала, конечно, невозможно, наверное, там выйти на докарантинный уровень. Но мне-то хотелось бы надеяться, что там через месяц, через два, если все будет благополучно, лето все-таки на дворе, да? Люди пойдут. Ну да, лето. Люди пойдут. Ну, я бы не была столь оптимистична насчет одного-двух месяцев. Но, надеемся, может быть так. К следующему лету, возможно, у нас восстановится наш докарантинный поток. Это будет очень хорошо, потому что все равно пугают там и последующими волнами, и все-таки снижение там покупательской способности. У нас все-таки кофейня такой сегмент средний-средний плюс. Это своя определенная аудитория, поэтому, конечно, сложности еще будут. В любом случае, это то, что мы просто открылись, и радоваться этому, наверное, очень многие предприниматели в сфере общественного питания понимают, да и в сфере розницы тоже понимают, что рано радоваться, еще будут проблемы, еще будут спады, вот, и надо как-то перестраиваться и работать в новых реалиях. Юлия, я правильно поняла, что у вас была возможность работать с гостями там на вынос, в режиме на вынос, да, но летнего кафе, вот то, что открылось у нас на прошлой неделе, этого ведь у вас не было, да? Да, мы, к сожалению, находимся в старой части города, и там просто физически, там мест для парковок-то не очень много, не говоря уже о том, чтобы был какой-то летник, которого не предусмотрено, поэтому, да, мы работали, у нас был период, когда мы были полностью закрыты, а потом мы стали работать в формате на вынос с собой, да, но это, мы все понимаем, что это, во-первых, там не полностью загруженная кухня, да, не вся номенклатура наших продуктов, вот, и поэтому это, конечно, такая маленькая капелька для того, чтобы работал персонал в каком-то укороченном режиме, кстати, благодаря этому мне удалось все-таки сохранить весь персонал кофейней, и они вот проработали этот период времени, конечно, такой очень нестабильный, но, по крайней мере, вот зато все вышли, потому что с этим сейчас сложности тоже в общепите очень большие, это, собственно говоря, как и в других отраслях, которые были закрыты, потому что собрать после двух-трех месяцев людей в кучу после стольких выходных дней, это очень тяжело. Подождите, я правильно понимаю, проблема связана, ну, не у вас, а вообще в отрасли и в других сферах, с тем, что люди, например, не могли сидеть без работы, да, и искали себе занятость в какой-то другой сфере, а сейчас их с того места просто уже обратно не перетянуть. Вы знаете, здесь даже скорее, мне кажется, немножечко в нашем городе немножечко другая ситуация, насколько я владею, опять же, информацией, не так много, куда у нас можно было устроиться, и те крупные сети, которые изначально взяли себе людей, потом их благополучно распустили, потому что все равно снижение, опять же, потоков было абсолютно везде, вот, и многие просто ушли на биржу, да, вот, те, кто с детьми получили различные субсидии, грубо говоря, если все сложить, то, в принципе, до осени нормально можно просидеть. Не работать. Можно было бы работать и получать эти деньги, а можно вот там быть на дачах, отдыхать, лето более-менее у нас вроде бы такое хорошее, недождливое, вот, и я думаю, что очень многие, как те стрекозы из басни осенью, вот, начнется как раз такой период, когда начнут искать работу, вот это мое такое мнение. Понятно, понятно. Юлия, еще такой вопрос, скажите, пожалуйста, ну, то есть я почему про летника спрашивала, то есть вы фактически о том, что вы открываетесь сегодня, узнали, получается, позавчера, да, или вчера? Да, да. Ну, я считаю, что нам очень повезло, что мы узнали за день до этого, мы вчера весь день все генералили, все прибирали, выставляли графики, расставляли столы, убирали некоторые столы посадочные со слезами на глазах, ну, что делать, соблюдали эти полтора метра между столами, то есть у нас было на это целый день. В отличие от того, как, например, в рознице мы узнали там в 7 вечера, да, и на следующий день, ну, я практически полночи пыталась собрать людей для того, чтобы у меня на следующее утро, в 9 утра в торговые центры вышли мои продавцы-консультанты, вот, поэтому здесь целый день я прям счастлива, с учетом того, что мы, в принципе, работали на таком полурежиме, так скажем, да, в режиме лайт, поэтому мы не были полностью заморожены. Конечно, разморозить, например, ресторан за один день, это, ну, нереально. Обычно нужно 2-3 дня, но все-таки, опять же, те рестораны, у кого были летники, они за этот период времени тоже уже разморозились, и поэтому я вот так посмотрела и с коллегами пообщалась, практически все сегодня открылись, и вот, наверное, единственная, какая проблема возникла, это все-таки вот с персоналом, да, который сейчас вот мы экстренно все собираем, вот, а так, в принципе, что касается мощностей, закупок и всего там прочего, мы, в общем-то, к этому готовы. И я на протяжении, кстати, всех трех месяцев говорила о том и пыталась донести мысль, что мы, в принципе, практически всегда работали, вернее, не так, мы всегда работали по нормам Роспотребнадзора. Мы бы просто кофейню вообще изначально не открыли без этих норм, да, у нас везде проводятся уборки, у нас там стоят эти лампы, и здесь только вот сейчас, ну, в реале это там маски, антисептики, мы всегда работали в перчатках, да, мы всегда работали в там шапочках на кухне, и все, то есть мы это всегда соблюдали, у нас это всегда было. И вот за свой общепит я могу ручаться, что у нас всегда было безопасно, и сейчас мы просто добавили там везде антисептиков, раздвинули слегка столы, и у нас они раньше не стояли на скмозе. Ну, то есть, в общем-то, мы достаточно безопасная сфера, как мне кажется. Да, Юлия, действительно, это так, то есть общепит, так же точно, как вот сфера красоты в свое время, да, к нам приходили ребята, тоже рассказывали, что, извините, мы и так работаем там, да, с соблюдением тех правил, которые нам предъявляются. Давайте тогда к правилам вот к этим. Есть ли какие-то ограничения, помимо антисептиков и масок для сотрудников, да, которые Роспотребнадзор вас призывает соблюдать? Какие-то дополнительные ограничения. Да, дополнительные какие-то вещи. Вот когда летние кафе открывались, там, я помню, был такой пункт, который вызвал много вопросов насчет двух человек за одним столом. Ну, там, правда, было исключение, да, что за исключением членов одной семьи. Вот, но это получается, что встречу, например, уже не проведешь, если вас более чем двое, да? Ну, вы знаете, тут тоже такая вещь. Понятно, что банкеты сейчас пока и так запрещены, да, вот, и различные там массовые мероприятия. Но что касается, например, опять же, моей кофейни, ну, у нас редко бывало такое, что если отмечают день рождения, то уже, можно сказать, банкет, да, пока нам не разрешены эти мероприятия. А все остальное, это обычно как раз и идут два-три человека, которые спокойно помещаются за один столик. И я вот в этом, вот лично для себя, я в этом не вижу там какой-то сумасшедшей катастрофы. Здесь немножко другой вопрос, что, к сожалению, в любые периоды кризисов, да, и когда необходимо что-то такое, что было раньше абсолютно дешево по цене, например, маски, перчатки, да, вот, обязательно найдутся люди, которые на этом заработают. И вот, например, перчатки, стоимость перчаток выросла в четыре раза. Мы всегда работали в перчатках, вот, и мы, естественно, понимаем, что вот нас, вот, а сейчас мы покупаем перчатки в четыре раза дороже. В общем, это такая значительная затратная статья. Да, 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 маски вы тоже все прекрасно знаете, когда они раньше у нас в аптеках лежали там за два рубля там с чем-то, да, и сейчас, ну, дай бог их найти там за 20 рублей, ну, тоже в 10 раз, да, поднять. То есть это, конечно, такая статья, это расходка, вот, очень большая. Химсредства, которыми мы и так раньше все обрабатывали, они тоже выросли в цене, вот, поэтому здесь скорее вот этот вопрос, очень жаль, что он никак не регулируется, но я знаю, опять же, что там появилась возможность через ФСС возмещения части, да, там какой-то вот как раз вот этих вот всех средств, которые направлены на то, чтобы держать эту пандемию и распространение, вот, но все равно, конечно, очень жаль, что вот обычно так и бывает, что кто-то обязательно на этом зарабатывает, вот, а мы, к сожалению, должны достаточно большие деньги на это стать. Фактически у вас затраты на процесс, на рабочие, они выросли из-за этого? Да, да, это однозначно, да. Юлия, есть ли какие-то пожелания или требования к гостям? То есть вот какие-то требования, которые там, или, не знаю, пожелания... В перчатках, там обязательно руки обрабатывать на входе. Вы знаете, да, мы повесили, да, нам и в федеральное кофейню в Москве, может, в федеральное кофейню, нам прислали все требования, вот, и у нас висит вот этот вот кружок синий на дверях, где написано, что, значит, соблюдаете дистанцию полтора метра, и вы обязаны прийти в масках и в перчатках. Другой вопрос, что мне, конечно, немножко смешно, я думаю, что, наверное, все понимают. И, представляете, в маске кушать... Ну, конечно, да, это нереально совершенно. Официанты у меня хихикают, говорят, представляете, а как я должен соблюдать дистанцию полтора метра и подавать блюда? Ну, да. Ну, или принимать заказ тоже, да. Перебрасывать, или еще что-то туда. Ну, есть, конечно, такие нестыковки, вот, но мы все это повесили, все это обеспечили. У нас тоже там лежат антисептики, маски, ну, как бы тут уже я не могу влиять на население. Все-таки это, мне кажется, там другие органы должны делать, вот. И дальше уже люди сами там определяют для себя, каким образом это все должно происходить. Ну, в торговых центрах, конечно, нас просят, чтобы покупатели были в масках. У нас они везде, и во всех отделах, и бесплатные. И, в общем-то, люди уже постепенно соглашаются на то, чтобы одевать маски. Вот. Ну, вот не знаю, дойдет ли эта тема до общепита, но потому что это все-таки как-то странно. Не, ну, вообще пить, это просто сложно себе представить, как можно прийти в кафе и сидеть там в маске. И периодически, значит, как-то, не знаю, принимать пищу, да, время от времени эту маску отодвигая как-то. Смысл в такой маске? Ну, сказали приклеить, мы приклеили, да. Ну, понятно, да. Ну, спускай будет, вот, а дальше уж там. Ну, по крайней мере, это напоминание людям о том, что надо быть немножечко осторожнее, да, возможно, действительно соблюдать дистанцию, вымыть руки, когда ты пришел в кафе, даже если ты сильно спешишь и очень голоден, все равно. Да, спасибо большое. Юлия Долгаршина была с нами на связи, генеральный директор кофейни Шоколадин Сакиров. Ну, вот, вот с такими ограничениями небольшими открылся сегодня общепит. Ну, такие уж и большие, тем более, если вспомнить, что Роспотребнадзор же объяснил, что штрафовать владельца заведения за отсутствие маски на посетителе. На клиенте, да, на гости не будут. И что это всего лишь рекомендации, они не имеют силы закона. Ну, будем надеяться, что все пройдет хорошо, и люди будут сознательные. Не знаю, конечно, я не готов есть в маске, вот честно говорю. Но в какой-то... Но мыть руки готовы. Мы уж все привыкли, слава богу, за эти три месяца. Постоянные мыть. Мыть руки готовы. Возвращаемся мы к Инне Валикжанина. Инна Валикжанина, директор Центра информационных технологий в обучении и познании, и общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению образования и кадров в нашей студии. Мы как раз закончили на том, что у нас вот общественных представителей, как бы, Центра цитических инициатив должно быть пятеро. Да, пять человек. Сейчас у нас только два человека. Пока еще двое. Троих ищут сейчас. Троих ищут. Мы как раз хотели, во-первых, напомнить активным нашим гражданам, которых очень много, в том числе и в этой студии бывало, что попробуйте. В общем, направления-то такие интересные. Да, направления интересные, актуальные все. А во-вторых, вот мы стали говорить о том, что сложно ли стать вот этим вот представителем. Вот и Инна Витальевна, так сказать, объяснила, что довольно-таки длительная процедура, но она не лишена своих приятных моментов. Там собеседование в Сочи, собеседование в Петербурге, да? Хорошие, кстати, да, действительно. Ну, мне хотелось бы сказать, что вот эти мероприятия, которые были в Сочи, в Санкт-Петербурге, но общественные представители это из своего кармана выкладывают, поэтому тут нужно понимать... А, то есть это надо знать, что тебе не оплатят это все. Не оплатят, да. Повод съездить есть, а тоже немало. Да, повод есть, и мероприятия интересные, и события интересные, да. Там ведь не просто собеседование какие-то обучающие программы, чтобы еще... Вот, например, в Санкт-Петербурге было все мероприятие в точке кипения, которое находится в Ленпром-Маше. Это такое место в Санкт-Петербурге, где очень много образовательных офисов. А, это кластер такой, да, получается? Да, прямо образовательный кластер. Там много общественных пространств интересных, и там просто очень здорово побывать. То есть для меня это было такое расширение сознания. Когда же в Кирове такое появится, а? Да, вот об этом же думала, что было бы здорово, потому что там какие-то такие совершенно уникальные компании. Вот, например, компания Катабра, которая на всю Россию известна, которая учит айтишников, и вот бывать в офисе этой компании, посмотри, как это все устроено, и руководители достаточно, молодые ребята, перспективные. Вообще сейчас молодежь, вот видно позитивную, такую активную молодежь. Хотя я вот вспоминаю себя, мне когда... Это вы про Питер говорите, в Питере видно. Да как у нас тоже видно. Вот я, например, свой Центр познания создала, сколько, 20 лет назад, когда мне было 29 лет. То есть вот в районе 30 лет я создала компанию, которая до сих пор работает на образовательном рынке. И вот сейчас я смотрю на наших ребят, но они тоже молодые, активные, потенциальные. И вот очень здорово, чтобы вот эти вот их устремления, начать что-то новое, интересное было поддержано. И вот эта структура оси как раз помогает молодежи свои проекты выразить, вырастить и запустить свои бизнесы. Или там свои какие-то социальные инициативы. Это не только бизнес-проекты, это и могут быть какие-то социальные вещи. Да, и социальные вещи, и совместно они могут быть и с органами власти, и в сообществе, и с бизнес-структурами. То есть это такая история про лидерские практики. И человек не обязательно к этому моменту должен быть, ну, чтобы к вам, например, обратиться или обратиться в агентство стратегических инициатив за поддержкой, там, или за методической помощью какой-то. Он не обязательно должен уже иметь этот проект. Да. То есть это может быть просто на уровне идеи что-то. Да, на уровне идеи, вот если говорить о проектах российских, да, сейчас вот есть сайт «Лидер Айди». На этом «Лидере Айди» регистрируются, кстати, у нас из города Кирова, Кировской области, достаточно много человек, которые там зарегистрированы. И там прямо целая лента событий. Причем раньше было очень много очных мероприятий, а сейчас очень много заочных, дистанционных. И вот я раньше смотрела в этой ленте и думаю, классно, вот было бы здорово вот тут поучаствовать здесь, но надо было бы ехать. А сейчас ты можешь подключиться и принять участие. Вот прямо очень здорово. Поэтому у кого вот есть… Спасибо коронавирусу. Это что-то скажем. Вот тут какой-то такой плюс, что есть возможность дистанционно принять участие. И таких мероприятий очень много, интересных. И вот напитаться идеями, посмотреть на людей, которые что-то делают такое вот позитивное, перспективное, это очень здорово. Если про практики, которые сейчас вызревают, можно посмотреть на смарт-теку, то есть еще один проект ОСИ, где задаются вопросы, и ищутся ответы на эти вопросы. И там много тоже проектов. Жалко, что от Кировской области пока немного ответов. Но я думаю, что это дело там ближайшего будущего, и наши кировчане тоже достаточно активно включатся в эту работу. И я говорила про проектный офис ВИАТГУ. То там можно командой, либо лично подать инициативу, ее там проработать, помогут методически. Если необходимость есть, и там найдутся возможности, то и организационно, и кадрово. То есть там можно обсуждать свои инициативы и получить поддержку. Но она не только финансовая, вернее, не столько финансовая, сколько методическая. Да, сколько методическая. То есть организационная, образовательная. Но вот и финансовые возможности тоже можно искать. Например, там вот сейчас... Ага, Инна Витальевна, давайте мы сейчас сделаем... Прервемся, да. Перед тем, как вы озвучите цифру, мы прервемся. Прервемся, да. И потом обратимся. Программа «Дневной разворот» продолжается. В нашей студии Инна Валикжанина, директор Центра информационных технологий в обучении и познании и общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Кировской области по направлению образования и кадры. Да, и мы в перерыве тут узнали с Николаем хорошую новость, на самом деле, правда. Оказывается, что не только общепит, да, не только бассейны открываются сегодня. Сегодня, сегодняшние открываются, открываются, и также учреждения дополнительного образования. С чем у вас и поздравляем. С чем мы, в общем-то, и витально поздравляем. Мы этого ждали, но вот Юля сказала, что они вроде бы ждали, да, но когда вот разрешили, и ты в такой некой растерянности, все, неужели послезавтра можно? Но мы тоже готовимся, мы тоже составляем расписание, памятки родителям, и готовим помещение, антисептики там дополнительно закупаем, поэтому... Вы с какого момента начнете работать? Вы с понедельника, мы планируем с понедельника. Успеете? Ну, у нас же, видите, заявки уже все оставлены, дети, родители уже просто просились, вот, не знаю, как просились, просто у меня такая позиция, пока не разрешили, не начинаем. Вот, ну, сейчас начнем, сейчас начнем, и я коллег поздравляю, кто в доп. образовании, что можно начать обучение. Конечно же, большая ответственность нужно соблюдать, потому что мы работаем с детьми. Есть вот еще вот помимо того, обычных как бы ограничений. Помимо масок, антисептиков, термометрии, сотрудников и всего остального. Ну, вот смотрите, летом же дети любят, ну, вот наши программы быстро выстроены так, что часть программы, она идет в помещении, и там, ну, в принципе, все понятно, да, то есть маски, дезинфекция, да, а часть программ была на улице, и вот мы часть эту программу немножко свернули, ну, там музей, да, вроде бы музей можно ходить, но мы пока постережемся, посмотрим, да. Там, кстати, пока безопасно, там народу нет. На прошлой неделе, когда они открылись, некоторые мои знакомые побежали сразу же в музей, говорят, что, ну, нет еще посетителей, поэтому, может, даже и можно в музей. Ну, вот мы как-то осторожно начнем, посмотрим, чтобы, ну, вот у нас дети, у нас дети, мы беспокоимся за них. На самом деле очень хорошо, конечно, что учреждения доп. образования открылись, потому что вот этот вот месяц каникул, когда дети сидели и не знали, там, да, чем заняться, и никуда нельзя, и есть только вот онлайн-курсы и больше ничего. А вот онлайн-курсы, они за четвертую учебную четверть надоели после этого дистанционного образования. Компьютер не подогнал. Да, очень-очень хорошо. Да, там много сложностей по дистанционке было, очень много сложностей, родители там обеспокоены, это понятно все. И, ну, вот, наконец-то, очно, ведь детям нужна эта социальность, нужна общение, нужна взаимодействие. Конечно, конечно. Все соскучились. Да, единственное, что если в общепите там полтора метра можно как-то соблюдать, столики раздвинуть, то у нас, вы понимаете, что дети не будут ходить на расстоянии полтора метра друг от друга, им важно взаимодействовать. И здесь мы как бы там расставим наши столы учебные, но мы понимаем, что дети все равно будут взаимодействовать. Это на переменке, условно говоря, да, еще где-то. На переменке, да, 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 конечно же, им хочется обсудить, они там, некоторые у нас там по пять лет занимаются, они уже друзья, они друг друга не видели, и здесь такие вопросы, конечно, есть в плане организации, но я думаю, мы справимся. Хорошо. Рада тоже за учреждение дополнительного образования и за родителей, которые наконец-то... А за детей почему никто не радуется? За детей? Нет, за детей дети сами порадуются. Дети умеют радоваться, как никто. Вот мамы, да, детей начальных классов, и им очень хочется уже отправить детей, чтобы они не дома были, чтобы они не беспокоились за ним, чтобы они звонили там каждые 10 минут, мам, я вот то-то сделал. И мамы, конечно, счастливы, что смогут в понедельник привезти к нам детей, дети будут заняты, будут учиться, общаться, взаимодействовать. И под присмотром будут в это время они сами по себе. Да, возвращаемся к агентству стратегических инициатив. Да, ну вот как раз по теме коронавирус, вот сейчас на смарт-теке есть инициатива 100 лидеров развития новых площадок в образовании, тема образования коронавирус-решения, то есть до 31 декабря туда можно подать свои лидерские проекты и там тоже получить определенную поддержку. Но она, говорю, не всегда финансовая. Но это тоже бывает очень важно, потому что организаторы этих инициатив не всегда, может быть, имеют методологические ресурсы, организационные, информационные, технологические. Времени не всегда хватает, в конце концов, просто. Да, да, да. И в сообществе можно найти таких вот специалистов. На этом же, например, сайте лидера.иди, там можно поискать по направлениям, связаться. То есть такой хороший ресурс для лидеров, которые хотят сделать что-то лучшее. Вот. Потом вот мы сейчас, например, готовим заявку на конкурс Потанина. Там тоже до миллиона поддержка. Ну вот до 250 или 300 тысяч могут и частные лица получить поддержку. Ну, единственное, что нужно хорошо прописать, что ты хочешь. То есть вот свою идею, инициативу нужно хорошо прописать. Фонд поддержки, фонд президентских грантов тоже сейчас с 15 июля открыл еще одну волну дополнительную, да, где можно тоже свои инициативы заявить. То есть, если есть желание, то финансы тоже, ну вот, на свою инициативу можно подыскать. А вот именно вопрос такой. Там же сложность главная, это грамотно подготовить этот проект. Грамотно заявку подготовить и презентовать себя. Да, грамотно оформить заявку, там довольно-таки много сложных мест. Вот если человек, у которого есть инициатива, и который понимает, что ее можно реализовать через либо тот, либо другой. Что это хорошая история. Но не уверен в том, что он готов грамотно сделать заявку, он может обратиться в ОСИ? Он может, да, обратиться в ОСИ, как раз вот эти вот лидерские проекты, можно туда обратиться, можно в наш проектный офис университета. Точка кипения, да? Вот есть точка кипения, есть проектный офис. А проектный офис, они рядышком находятся? Тоже в инженериуме или нет? На сайте там можно посмотреть. На сайте будут посмотреть. И подать, да, заявку, можно написать, можно и мне написать, я там во всех соцсетях есть. Если напишут, то я обязательно дам дополнительные контакты лично, чем могу, тем тоже помогу. Ну, во всяком случае, информационно, организационно, методически тоже готова помогать. Но это вот такая среда, мне кажется, питательна как раз для выращивания новых каких-то интересных идей, которые там через 20 лет уже будут достаточно успешны и эффективны. И нужно ребятам помочь в этом. Вот это, мне кажется, главная миссия и главная задача, которая сейчас решается. Которая перед общественными представителями стоит. Да, подождите, вот все-таки мы с вами на деньгах остановились перед тем, как ушли на перерыв. И мы сразу перешли куда-то на Потанина и на президента. Мы все время говорим о том, что, да, это все-таки в большей части такая организационная, методическая поддержка, да, вот помощь в составлении заявок. А финансовые-то средства только грантовые могут быть или, возможно, еще какую-то поддержку? Или в рамках ОСИ есть какая-то поддержка? Проекта, что был разработан и создан. Вот. Иногда бывает так, что деньги вперед паровоза, идея не до конца устойчивая, да, не до конца выстроенная. То есть нужно выстроить так идею, чтобы было понятно людям, которые готовы вложить деньги, что как это будет работать и к чему это приведет. Что это, во-первых, будет работать, и, во-вторых, это перспективная история, она будет развиваться. И, возможно, ну, венчурные фонды, ведь они финансируют не просто так. То есть они же с расчетом на прибыль какую-то. Да, да. Вот. И поэтому, возможно, сначала на какие-то грантовые средства, там, отработать какие-то идеи, например, посмотреть это такие достаточно краткосрочные проекты. И об этих фондах я говорила, да. А если мы хотим там подольше, да, там бизнес построить, тогда нужная проработка более серьезная требуется, и вот проектный офис готов помогать здесь. То есть там уже фактически бизнес-план, наверное, надо составить. Да, бизнес-план составить, да. Дело о деньгах, там, безусловно, уже нужны очень четкие документы именно планирования. Вот. И поэтому, вот, чтобы привлечь финансы, да, нужна вот эта серьезная проработка. И это тоже очень важно. И многим не хватает вот этой подготовки внутренней, вот, организационной, методической, кадровой и так далее. То есть люди не всегда бывают готовы донести до инвестора или, там, понять, откуда деньги взять, да. Вот. И вопрос-то не всегда в деньгах будет. Ну, вот, например, мне бы сейчас дали, там, миллиард, например, да. Я не готова, например, сейчас ответить, куда бы я его делала. Да, мне, мне отдайте, я знаю, что он потратил. Николай найдет применение. Вот. И то есть понятно, что идея, она должна быть состоятельная, чтобы было понятно, как эти деньги отработают, и что они будут, знаете, как в бизнесе говорят, вкладывать в бобы, да, которые вырастут. Вот, ну, вот, чтобы это было вложение в бобы, а не в пустую породу. И еще вопрос, вот, ваше направление образования и кадры, да, вот, такое очень широкое довольно понятие, то есть, вот, кто подходит, вот, из инициативных людей, из будущих лидеров, условно говоря, под ваше крыло? То есть, какого рода проекты, с каким проектами к вам обращаться? Какой вы хороший вопрос задали, слушайте, прямо очень классный. Нет, ну, это такое широкое образование и кадры, да. Да, это и дошкольное образование, и общее образование, и СПО, и высшее образование, сюда все относится, и дополнительное образование, причем детей и взрослых, и профессиональное образование. Сейчас есть такой проект про стандарт, кадровый стандарт, который обеспечивает развитие экономики, да, области, и вот этот вопрос тоже сюда относится. То есть, образование это для чего, да, для того, чтобы наши дети были успешны, чтобы наша экономика развивалась, чтобы город был устойчивый, то есть, вот, образование это для чего, да, то есть, мы смотрим не только там в рамках там образовательного процесса, а смотрим шире, вот, в рамках города, страны. Ну, то есть, там, мне кажется, что вот важно как раз объединить вот эти ступени образования, направления образования, чтобы мы от детского сада к высшему образованию пришли, и дальше на предприятие, или там на такие-то гражданские позиции, ну, чтобы мы понимали, как развитие детей на всех ступенях образования. Почка была такая неразрывная. Вот, поэтому вот такое направление, и главное, к чему мы идем, почему мы это делаем. То есть, условно говоря, молодой человек, который разработал некую образовательную программу, скажем, для определенной целевой аудитории, для каких-то детей на тему, ну, возьмем тоже экологию, например, да, он считает, что это очень важно, вот, он может лучше других там донести вот что-то очень важное, то есть, он может уже к вам обращаться, например. Да, он может обращаться, можно смотреть, ну, как бы, можно дальше там дорабатывать проект, его заявлять, смотреть, там ведь, вот, знаете, интересно... То есть, это я имею в виду, что не обязательно должен быть школьный педагог или преподаватель вуза, да, это может быть просто человек инициативный, который в какой-то отрасли имеет знания и хочет как-то ими поделиться, условно говоря, да? Да, 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 то есть, это могут быть разные направления, которые связаны с образованием и с кадрами. И с кадрами. Очень действительно большое поле для применения, там, да, со своих сил активистами разными, там, да, активными ребятами. Можно подключаться и делать. Есть ли еще какие-то там организации, ну, вот, ВУЗ, да, агентства стратегических инициатив, которые могут помогать? Вот сейчас у нас в регионе, там, есть такие партнерские организации, ну, вот, насколько мне известно, в сфере образования партнерских организаций, ну, как бы, нет у нас в регионе, которые бы... Представители не все партнерских организаций нет, более-менее... Да, 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 то есть, тут, как бы, мы видим перспективы, то есть, есть, ну, в всяком случае, точка кипения, как вы говорите, достаточно активно работает, и правда, на российском уровне наша точка кипения заметна. Да, вот, проектный офис начал работать, проекты первые, они сейчас там обсуждали поддержку, причем, знаете, вот я сама участвовала в экспертизе этих проектов, то есть, эксперты. Экспертов почему-то больше, чем тех, кто представляет проекты, это очень здорово, и задача экспертов не столько оценить, а сколько взять на патронаж эти проекты, да, то есть, в том направлении, там, где ты силен, эксперт, да, ты экспертен, ты можешь с ребятами взаимодействовать, им, как бы, помочь развить это направление. И главная задача экспертов, это выявить те проекты, которые, ну, где ты видишь потенциал раз, а второй, где ты можешь помочь два. И поэтому тут, вот, как бы, ребята, которые представляют эти проекты, они сразу, вот, единомышленников, помощников находят, экспертов в своем направлении, это очень здорово. Ну, это, по крайней мере, вот действительно есть место, куда ты можешь обратиться, и где тебе подскажут, там, да, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот, пожалуйста, тебе три человека, там, выбирай любого из них в качестве наставника, да, и он может тебе помочь. Ну, еще хотелось бы сказать, что, знаете, здесь эти же проекты лидерские, да, то есть, это инновационные проекты, проекты, ну, раньше решений таких не было, и там сходу решения не находятся, да, то есть, например, там сразу сказать, что делай так, так и так, не получится. То есть, в любом случае... Методом проб и ошибок. Да, или там экспертного какого-то предвидения, то есть, ты можешь что-то посоветовать, но это не готовое решение, ну, потому что проекты такие... Таких не может быть готовых, потому что, да, они инновационные. Спасибо большое. Инна Валикжанина была у нас в гостях, общественный представитель агентства стратегических инициатив в Кировской области по направлению образования и кадры. Можно обращаться через социальные сети и через мобильную связь, там, да, пожалуйста, кто знает. И программа «Дневной разворот» на этом завершается. Мы с Николаем прощаемся. Через 20 минут будет особое мнение. Владимир Костин у нас в гостях.